Журналисты и эксперты не напрасно проводят аналогии с судом над Носировым. И хотя клетчатых одеял и больничных коек нет, но параллели напрашиваются. Судите сами. Судебное заседание назначено все в том же Соломинском суде. И так же, как в процессе над Фискалом, слушания никак не могли начаться. Да и судья, рассматривающий дело Носирова и Мартыненко, один. Александр Бобровник. Так, началось ли заседание? Узнаем у Александра Васильченко. Он все это время следит за ходом событий. Саш, здравствуй. Расскажи, что в эти минуты происходит? Екатерина, добрый вечер. Николай Мартыненко в зал суда завели буквально час назад. Таким образом, начало рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения затянули на 4 часа. Все это время в Соломинском райсуде вместе с представителями СМИ находятся и несколько министров и парламентариев. Сюда они пришли, чтобы поддержать экс-нардепа и готовы взять его под личные обязательства на поруки. Слушания откладывались, поскольку судья Александр Бобровник был загружен другими уголовными делами. Прокуроры САП затягивание процесса не комментируют. А вот адвокаты Мартыненко уверены в заангажированности судьи, поэтому уже с первых минут заседания внесли ходатайство про его отвод. В средствах массовой информации было очень много касательно вас задано свидетельствий, которые могут показать на деякую вашу опереженность. Были обнаружены деякие плевки из негласных свидетельствий, которые вас извиняют фактически в скоянке криминального злочину. Я, как защитник, вернулся до высшей ради правосудия с метою позбавления вас статуса судья, потому что я считаю, что это невозможно. В связи с тем, что я вернулся, это также может вплываться на вашу неопередженность. Сейчас в заседании объявлен перерыв. Судья ушел в совещательную комнату, но буквально несколько минут назад стало известно, что здесь же, в Соломинском райсуде столицы, началось заседание по Сергею Переломе. Он второй фигурант в этом деле. Ходатайство по избранию меры пресечения также рассматривает Александр Бобровник. Это заседание длилось буквально несколько минут. Адвокаты Переломы также внесли ходатайство об отводе Бобровника. Это пока вся информация на эту минуту. Мы продолжаем следить за событиями. Екатерина. Саш, спасибо тебе. Александр Васильченко был на связи со студией. Он находится возле здания Соломинского суда Киева, где избирают меру пресечения экс-нардепу Мартыненко. И если появится новая информация, он снова выйдет с нами на связь. Продолжение следует...